Всем огромный привет! Сегодня мне бы хотелось поднять такую тему, как работа в Испании. Конечно же, как и любого блогера, живущего за пределами СНГ, меня очень-очень часто спрашивают, спрашивали, наверное, будут спрашивать о том, как найти работу в Испании, как устроиться, как устроилась я, могу ли я дать какие-то советы. Очень часто мне пишут с вполне конкретными ситуациями, например, я из Украины, я закончила такой-то вуз, у меня такое-то образование, такой-то опыт, где я смогу работать в Испании. Хочу сразу сказать и, возможно, попросить за это прощение, я никогда не отвечаю на такие вопросы, никогда не выполняю такие запросы, я имею в виду конкретные ситуации, кому-то давать какие-то конкретные советы. Это не из вредности, не из нежелания помочь, а скорее наоборот, из лучших вобуждений, потому что та информация, которой я могу с вами поделиться, которой я могу вам помочь, как вам кажется, она может вам принести только вред на самом деле, и она не будет иметь какой-то практической пользы для вас, потому что я, естественно, не являюсь работником службы занятости, биржи труда, то есть я не смогу вам помочь в этом вопросе, вам должны помогать все-таки специально обученные для этого люди, либо вы приезжаете сюда, идете на биржу труда и уже там конкретно задаете вопросы по вашей конкретной ситуации. В этом нет ничего страшного, и я, конечно, понимаю, что в основном те люди, которые пишут мне такие вопросы, они либо уже находятся нелегально в Испании, либо нелегально собираются приехать. Ну, таким я тем более не хочу отвечать, потому что я, в принципе, не сторонник нелегальной эмиграции, куда-либо, конечно, каждый решает сам, но лично я для себя не вижу, никогда не видела такого варианта, как нелегально где-то проживать. Хотя, конечно, кто знает, как жизнь обернется, вернее, чем она обернется и в какое русло уйдет, но мне лично не хочется говорить на эту тему, потому что у меня есть такое внутреннее ощущение, что я таким образом как-то сподвигаю других людей на то, чтобы они нелегально куда-то уезжали, жили где-то, скрывались от закона, и мне не очень бы хотелось в этом участвовать. Но для того, чтобы осветить эту тему и как-то, возможно, чем-то помочь вам, все-таки я решила, что я расскажу о своем личном опыте, о том, как сложилось это у меня, о том, как работает это в той части Испании, в которой я проживаю, это юг Испании, Андалусия, это край, хотелось сказать, это область Испании, с наиболее высоким процентом безработицы, пожалуй, и просто, возможно, мой опыт, то, о чем я вам расскажу, возможно, кому-то это станет полезным, или же просто будет интересно узнать о том, как это было у меня. Итак, хочется начать с того, какое же у меня образование. Когда я проживала в России, в Москве, я закончила высшее образование, у меня высшее образование по специальности документовед и специалист по документационному обеспечению управления. Многие спрашивают о том, что это такое, что это за профессия, где можно работать по этой профессии. По этой профессии можно быть, например, документоведом, директором, начальником секретариата, то есть снабжать документацией, любую работу, организовывать документационное обеспечение в любой компании, как управленческая должность, так и неуправленческая должность. То есть, все, что касается документации, текущей документации любой компании, всем этим занимаются или должны заниматься документоведы или специалисты по документационному обеспечению управления. Также помощники руководителей на более низких должностях и тому подобное. Я заканчивала Российский государственный гуманитарный университет, историко-архивный факультет. После того, как я отучилась на этой специальности, я также поступила в магистратуру. Это была совместная программа Московского государственного университета им. Ломоносова МГУ и Папского университета Саламанки. Это частный университет, который находится в городе Саламанка в Испании. Это была совместная программа при поддержке фонда по развитию и распространению испанского языка, FIDESC, он называется. И в основном занятия у нас проходили в Москве, на территории института факультета иностранных языков регионов ведения МГУ. И был месяц стажировки в Испании. То есть у нас была испанская программа, наши преподаватели все владели в совершенстве испанским языком. Они были либо билинговы, либо просто являлись квалифицированными специалистами в области испанского языка. Это образование я получила сразу же, вернее, его получила параллельно с моим первым высшим образованием. То есть последний год университета я обучалась в двух вузах сразу. И я получила специальность, получила международный диплом специалиста по преподаванию испанского языка как иностранного. Этот диплом я получила в Саламанке, может быть, оставлю где-нибудь здесь фотографии. И да, я квалифицирована как работник, как преподаватель испанского языка как иностранного. Могу работать как в Испании, так и где угодно в мире. Уже после переезда моего из России, вернее, моего отъезда из России, когда я жила в Германии, затем в Испании, я решила поступить еще в одну магистратуру, потому что мне казалось, что этого не совсем достаточно для того, чтобы устроиться здесь в Испании на работу. И я поступила не на ту магистратуру, на которую я изначально хотела, но, в общем, я рассказывала всю эту историю в видео о том, как я поступила в магистратуру. Но, в общем, вкратце я поступила на туризм, на управление в туризме. Решила, что, в принципе, со знанием иностранных языков это образование также будет мне полезным. И, возможно, я найду какие-то другие выходы, что касается устройства на работу. Отучилась я по этой специальности год, опять же, в магистратуре уже здесь, в Университете Севильи. Это была не совместная программа, а просто государственная магистрская программа Университета Севильи. Закончила я это образование в конце 2015 года. Также прошла шестимесячную стажировку, о которой у меня, опять же, есть отдельное видео. И после того, как я окончила стажировку, защитила диплом, у меня наступил такой период, когда мне нужно было решать, куда двигаться дальше. Потому что работать в отель я не пошла по определенным причинам и начала раздумывать над тем, куда мне двигаться дальше. Либо мне идти в сторону туризма и дальше работать как либо гидом, либо переводчиком, либо, опять же, в отеле где-то устраиваться. Либо мне уходить совсем в другую степь, так сказать. И попробовав разное, прозондировав почву, я поняла, что я все-таки не совсем сейчас хочу и не совсем готова работать в отельном бизнесе. Это не совсем мое, по крайней мере, вот эти вот крупные сети, типа Милия и тому подобное, или там Мариотт, какие у нас еще есть сети, Хилтон. А в каких-то маленьких отелях, к сожалению, устроиться достаточно сложно. Если ты не имеешь связи, не имеешь знакомств, то не так просто туда попасть. И я решила все-таки попробовать себя по своей специальности, которую я получала, наверное, впервые в жизни сознательно. Это преподаватель испанского языка. Это именно та специальность, на которую я шла изначально, целеустремленно именно на эту специальность и хотела работать по этой профессии. Но, как вы можете понять, русская девушка, пусть даже с высшим уровнем владения испанским языком по... В общем, это общеевропейская система оценки уровней знаний языка. Даже учитывая то, что испанский язык у меня на высшем уровне по этому рангу, так сказать, все равно, понятное дело, что здесь много носителей, которые заканчивали филологическое образование или еще либо какое-то другое. И они также сидят без работы, и особенно здесь, на юге Испании, где достаточно тяжело устроиться, потому что тут не так много рабочих мест создается, как, например, на севере или как в таких крупных городах, как Мадрид или Барселона. И, естественно, конкуренция огромная. Я все же решила так или иначе попробовать разослать свои резюме в различные языковые школы, центры по обмину студентами. В общем, все-все-все связанное с образовательной деятельностью, с деятельностью по преподаванию иностранных языков и испанского языка в частности. Я провела такой ресерч, как сказали бы на английском, и нашла определенные фирмы, языковые школы и компании, которые меня могут заинтересовать, которые находятся здесь, в Севилье. Мне, конечно же, было важно, чтобы эта компания находилась в Севилье, потому что у меня нет возможности ездить на работу в другой город или жить в другом городе, потому что я не видела в этом смысла никакого. И я провела такое небольшое исследование того, куда бы мне хотелось разослать резюме. Я рассылала резюме сначала не по электронной почте, а через посредников, как в России, например, Headhunter и так далее. Здесь тоже есть такого рода компании. И через них я записывалась на различные вакансии. Мне позвонили из одной фирмы, предложили работу гида. Я сходила, это даже невозможно назвать собеседованием, я просто сходила на экскурсию. В общем, проводил этот гид, проводил экскурсию, и я на ней поприсутствовала, и он мне рассказал, что нужно для того, чтобы быть гидом, сколько они получают и тому подобное. И, в общем, как-то дальше это дело не пошло. С одной стороны, мне это было не слишком интересно, с другой стороны, мне не хватало некоторой документации, то есть мне нужно было получать удостоверение гида. А это было не так-то просто. В общем, я решила, что этот вариант сейчас, по крайней мере, на это время я отложу. И в какой-то момент, это было летом прошлого года, или даже весной, наверное, летом-весной, вот так вот, я попала на собеседование в одну языковую школу, которая была достаточно небольшой, новой такой, но уже заявившей о себе. То есть везде я встречала рекламу этой языковой школы, там, допустим, у нас в автобусах часто можно встретить рекламу различных языковых курсов и тому подобного. И, в общем, много где она мне примелькалась, встречала я это название, и я пошла туда на собеседование. Но собеседование было на такую вакансию, которая мне, в принципе, ничего общего со мной и не имела, и не особо резонировала. Это вакансия в сфере маркетинга, в сфере рекламы, это, честно говоря, совсем не мое, это очень далеко от меня, от моего склада характера и от того опыта, который я имела, и от тех амбиций, которые во мне были. То есть я сходила на это резюме, на это собеседование, мне понравилось в целом, как работают в этой компании, кто там работает. Мне понравилось человек, который, вернее, люди, которые проводили само это собеседование. Собеседование проходило, естественно, на испанском языке, и также была часть собеседования на английском и на французском, потому что один из директоров этой школы, он хорошо владеет французским языком, ему было интересно проверить мои знания. Собеседование я прошла, но меня не взяли на это место, потому что взяли другого человека, у которого есть, во-первых, достаточно богатый опыт в маркетинге, во-вторых, который именно претендовал на такую вакансию. Но мне сказали, что моя кандидатура им очень понравилась, и они бы хотели сохранить мое резюме на будущее, если вдруг какая-то еще вакансия у них появится. И попросили меня связаться с ними после того, как закончатся летние каникулы, то есть где-то конец августа, начало сентября. Ну и пока я ждала вот этого вот звонка, я чем занималась? Ну, во-первых, до середины августа я ничем не занималась, потому что это такое достаточно мертвое время здесь, в Испании, и ничего, ну, достаточно сложно что-то найти. Я поэтому посвящала это время каким-то другим занятиям. И где-то в середине августа я напечатала целую горку, такую стопочку резюме своих и сопроводительных писем к ним. Я распечатала резюме, сопроводительное письмо, которое, естественно, сама написала на испанском языке, в такой красивой достаточно форме, ну, просто рассказ о себе и о том, чего бы мне хотелось, где бы мне хотелось быть занятой. И приложила образец. Это приложение было к моему диплому по преподаванию испанского языка. Там, в общем, нужно было составить примерный урок для какого-то уровня. У меня это был уровень B21, для этого уровня я создавала урок и приложила, как бы, образец нескольких страниц этого урока к резюме, как бы, как образец моей работы, того, что я могу. И вот такие вот конвертики я разносила по различным вот этим центрам языковым, по другим компаниям, где могли бы заинтересоваться в моей персоне. И этим я занималась, наверное, на протяжении всей второй половины августа, потому что, как правило, все курсы и так далее начинаются в сентябре и октябре. И как раз вот это была самая такая горячая пора, когда, если нужно, ищут персонал.